сегодня 28 марта 28 марта кактус растет надо подрезать его кактус растет я беру свой велосипед и буду опять гнать камера горячим с первых прикосновений сегодня мы поедем и покажем тебе благодарный зритель этого важного города и попытаемся сформулировать сколько хватает у нас силы понимания сегодня в чем же как бы важность этой улице надо подсобраться какие-то такие бурные события происходят сегодня ну вот сродни это потому что мы находимся на пересечении решалаем стрит и давида малах давида малах и малах это царь 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 давид это хорошо известный царь израиля великий царь который родил царя шлома который построил иерусалимский храм один точнее первый из великих царей при котором государственность израиля была на высочайшем уровне а вот собственно как бы улица в его честь на на районе шапира короче на районе нижней нижней шапира вот она вот давида малах и улица вот это вот Тирушалая а вот это вот давида малах и и мы попытаемся насколько это возможно тщательно исследовать вот как уже было говорено а здесь такая ситуация что на шапира практически процентов процентов 80 людей это русские которые здесь живут здесь живу свою жизнь и которая здесь вот когда-то купили груша вижу боксерская вот выглядит например дворик на шапира номер я не знаю вот достаточно странные дома называются типовые да типовые дома вот например восемьдесят первые с такими вот крышами крышами фантасмагорическими крышами 77 дом вот 79 остановка смотрим на остановку сюда идут из городских 2 3 5 автобус но и варшавске вот остановка автобусы вот дальше пошла пошла улица дальше пальма пальма бомбоубежище здесь с какими-то детскими рисунками было время когда усиленно бомбили зерот нитевод и здесь прямо звучали через каждый час очень нефункциональная крыша непонятно зачем вот такой вот острый угол острый угол на этих крышах потому что по ходу там а и собственно как бы жилого помещения не не очень-то построишь и жилое помещение а с другой стороны как бы трата материала бессмысленная с точки зрения эстетики тоже так себе вот я остановился на перекрестке дальше пошла а здесь она пересекает улицу собственно у даюда амеллаха был сын шлома амеллах самый великий царь израиля царь соломон вот его улица улица она такая очень но как бы не незначительная с точки зрения ее протяженности вот и вот короткий потому что налево например уходит уже другая улица с не менее ярким названием сейчас я подъеду покажу вам что это за название вы сами уже но зацените его колорит вот я честно говоря опять таки к стыду с вами признаюсь что не до конца понимаю чем идет речь но это улица асса как фильм соловьева асса где африка бананан тоже давал какое-то объяснение этому термину такое достаточно любопытное асса но я уже не помню можно будет кстати тоже скачать 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 фильм и и посмотреть что же там такое вот такие вот маленькие дома построечки это давида малых она тоже не очень длинная но у нее прекрасная перспектива она такая как 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 некая разгоночная площадка такая вот и потом прямо можно нырять туда в баршаву вот улица шимшона шимшон это самсон понятное дело это тоже один из известнейших людей израиля тот который я рубанул подпорку храма и руины погребли под руинами храма было там повержено вот такие вот мусорники коты собаки как вы видели злые собаки назад вот туда улица ходит а вот улица цветки ягу вот наша улица вот здесь на этой улице здесь на этой улице наш дом вот даже вдалеке есть видна зина это улица цитки ягу это тоже один из царей израиля цитки ягу вышло солнышко слава богу дом продается опять таки обещаю вам полностью сориентировать по ценам плюс-минус в разных районах при посредстве некого специалиста который будет комментировать все это в соотношениях такие вот в соотношениях внутренних и внешних израильских дома и вот последняя улица то что такое вот и шло мамылах а то есть шло мамылах описывает круг там начинается и она как подкова я понял то есть как бы здесь вот какая-то история вот это вот тоже был поворот это шло мамыла такие люди садятся те люди играют футбол здесь еще одна остановочка вот это по-моему конечная да здесь автобус идут на разворот и и возвращаются по на новый круг заходят вот обращу ваше внимание на один такой прекрасный образец чисто израильского изубиля что называется земля текущая молоком и медом вот пресловутый алоэ алоэ великолепный великолепный очень приятный такой мясистый мясистый куст алоэ вот капля влаги даже красиво стекающий вот как мы знаем этот куст он практически от всех болезней как зеленка или йод на террасу у меня есть мысль консервировать его в банке в перемешку пропускать на через мясорубку вместе с эвкалиптом вот любопытная вывеска написана вилла дель марко что это такое простой же который решили назвать вот таким вот хитрого номера вилла дель марко честно говоря римское название чуть-чуть бзит римом вот третий номер и мы практически выехали к финалу улицы он прекрасен потому что здесь есть два прямо утопающих в желтизне сквера вот давайте проедемся здесь по этим скверам это ромашки это какая-то почему-то хочется сказать что это мимоза кусты мимозы ромашки вот прямо здесь очень красиво посмотрите какая красота посмотрите какая-то красота это завершение улицы это завершение улицы Давида Мелых Давида Мелых и выход на практически ну как это можно назвать окружная вот это окружная дорога здесь заканчивается Факин а там как я уже не раз говорил влияет пустыня видно пустыню по-настоящему как бы ну не просто впечатляет а как-то даже под поднимает поддувает вот чувствуешь энергию чувствуешь энергию которая происходит из той древности где все было совсем по-другому совсем по-другому вот и с другой стороны такой же скверик вот это вывеска Давида Мелых а вот эта вот окружная у нас называется Хатайесим шоссе Хатайесим улица Ярушалаем несколько дальше выходит на это же шоссе Хатайесим вот наши любимые беспредельные автобусы кое их не счесть вот залезаем еще на другую сторону с вот я тут очень оговорел это но беспредел этот мусорный легкий его естественно можно не замечать но если замечаешь конечно становится жаль потому что безусловно безусловно красота неимоверная вот друзья вот такая вот улица Давида Мелых вот естественно я думаю кому это может быть интересно вот эта вот улица в принципе и если честно ну вот не нахожу ответ кому это может быть интересно то есть но такие же люди есть наверняка которыми интересно на улице Давида Мелых в городе Афаким которые ее увидели почувствовали можно сказать маленькое биение маленький пульс этой такой даже не артерии а капилляр 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 а городской такой вот инфраструктуры я возвращаюсь по улице Давида Мелых а вот пятый номер как раз подошел здесь здесь я знаю девушка неужели это неужели это неужели это правда мое почтение здравствуйте 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 как ваше как ваше ничего собака собака рвется смотрите какая рыжий страшный большой пёс как ваше ничего ой болею я вам скажу что я смонтировал кино да вы помните вы давали интервью да 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 я смонтировал уже ага всем понравилось и что и где показывали еще ну как бы да но только-только смонтировано еще там нужно с ним работать ну там технические какие-то моменты но в принципе важно то что вы там есть вы вы в этом фильме есть как только оно будет как будто как только оно будет закончено я сразу же дам вам знать да вот посмотреть и все то что я говорила да но я там разбил на такие на фразы это все не цельным куском а я разбил на фразы и вставлял туда как-нибудь зайдете к нам я вам покажу даже вот в черновом варианте ага нет сколько сколько вы лет вы такими живете уже 18 лет 18 лет да а вы здесь сразу там купили или нет вот мы сначала вон там на уху дочка купила вот здесь вот нашло мы омелых да 17 прямо а потом уже тут сын и так мы живем и так и мы живем вы с сыном живете 18 да сколько сын у Ленка сколько сын у Ленка что он делает у него двое здесь он работает на мифале на мифале а какой завод здесь то есть да не не в Афакиме где тут под Афакимом да да где сеточку делают а сетка рабица да вот эта вот которая и внук мой туда пошел работать и дочка там работает все работают на этом заводе да а что там хорошо хорошо платят ой минимум но после цену же работают увеличивают сколько в среднем зарплаты получается в месяц ну он работает и ночные смены тысяч восемь получается да тысяч восемь да семь восемь да а дочка шесть тысяч а внук только закончил ну ему двадцать лет внуку двадцать лет как зовут Саша Саша тезка моя да так он недавно пошел туда так а дочка учительница закончила тут не надо защищаться только закончила нет там на Украине на Украине а дочь осталась там нет тут но она на Украине закончила медицинское здесь просто нет училище и работала там учительница немножко а тут приехала не защитилась и поэтому по специальности не работала тоже в Афакиме живет или нет тоже в Афакиме вот там в углу вот на углу на угловой дом да так вы здесь все практически на одной улице мы приехали сюда мой племянник приехал когда ой двадцать лет уже уже двадцать лет а мы приехали ну как к нему он нас позвал и мы сюда приехали и туда поздавались а он тут же свой дом купил это это мой внук это внук да да сейчас мы с ним едем хорошего всего доброго спасибо хорошего дня вам всего доброго